Площадь лесных пожаров в регионе в этом году была на четверть меньше, чем в прошлом. Сохранить удалось более 100 гектаров. Но огонь не единственное, от чего нужно защищать лес. Это, конечно, не огород, но он тоже требует ухода. Его иногда приходится пропалывать и даже подготавливать к зиме. Как это делают, узнала Анастасия Нахрачева. Посадили, надо вырастить. Метр за метром трактор баронит почву. Этот вид работ лесники называют агроуходом. Его выполняют на одном участке несколько раз. В зависимости от засоренности и возраста посадок. Этим малышам всего два года. Для того, чтобы ничего не помешало их росту. Перед посадкой землю вспахали и обработали от нежелательной растительности. Иначе саженцы погибли бы из-за нехватки света и питательных веществ. Сосну королевы тюменских лесов берегут, как зеницу ока. Помимо прополки в лесничествах региона активно ухаживают за молодняком. Между подрастающими деревьями должен быть просвет. Под сруб обычно идут береза и астина. Но не вся, а всего 10-20%. Их сразу видно, что, допустим, вот, как на примере, вот береза стоит, она выше сосенок. То есть ее нужно убрать. Она в дальнейшем будет разрастать и угнетет их. А это одна из важных осенних процедур для всего зеленого комплекса – уход за минерализованными полосами. Техника расчищает колеи от опавшей листвы, отрошей травы и прочих горючих материалов до почвы. Такие ограждения оберегают леса, населенные пункты и посевы на полях. Минполоса также применяется при тушении лесных пожаров. То есть, когда пожар происходит, ограничивается минполосой. То есть, это предотвращает распространение большей площади. Благодаря этому пожароопасный сезон прошел для региона весьма удачно. С конца апреля по сентябрь на юге области произошло 94 лесных пожара общей площадью 450 гектаров. По результату мы находимся, можно сказать, на первом месте среди субъектов Уральского федерального округа. Как по количеству лесных пожаров, так и по площади, пройденной огнем. 8 октября в Тюмени пройдет региональная акция «Чистый лес». Помочь очистить территорию от мусора может каждый желающий. Заявки принимают в любом лесничестве области. Анастасия Нахращева, Дмитрий Бурматов. Тюменское время. Слушай новости ТСН на Радио Мир.